Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поразмышляем над высказыванием, которое приводится в 7 стихе 8 главы «Песни песней». Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. В современном русском переводе говорится, кто предложит все деньги свои за любовь, над тем посмеются и только. Это прозаическая вставка, которая привлекает к себе внимание, во-первых, тем, что это некая сентенция, одиночное афористическое высказывание, в котором утверждается сверхценность любви, но оно не написано в виде поэзии. Это высказывание в прозе, потому что мудрость — это не только что-то возвышенное, мудрость — это тоже что-то очень житейское и простое. Иногда совершенно расхожие истины являются такими сокровищами мудрости. И этим это высказывание интересно. «Если кто пожелает снискать любовь ценой всех своих богатств, с презрением того отвергнут». Такой перевод является общепринятым, но существуют и другие возможные варианты перевода, которые, мы как увидим, проливают некоторые дополнительные нюансы на этот текст. «Если бы человек отдал все богатства дома своего в обмен за любовь, он не испытал бы к ней ничего, кроме презрения». И вот здесь от того, что текст двусмысленный, как очень часто слова мудрости, они многозначны, представит себе совершенно другую картину. Человек отдает все богатства своего дома, все, что у него есть, жертвует всем для того, чтобы в обмен получить любовь. В действительности не только над ним посмеются, но он сам испытает лишь презрение, презрение к самому себе и презрение к тому чувству или к тому, чего он достиг, глубокое разочарование. И когда такой текст представляешь себе в контексте гимна, поскольку эти слова заканчивают собой очень известный, возвышенный гимн любви, «Положи меня, как печать, на сердце твое» и так далее. Это гимн, который исполняется в виде музыкальных песнопений. И когда представляешь в контексте всего этого, то вызывает некоторое смущение, хочет этот стих пропустить, именно поэтому он обращает к себе внимание. На самом деле это очень простой, очень красивый текст, подтверждает простую мысль, что любовь действительно нельзя купить и нельзя продать. Но эта мысль не настолько банальна. Представьте себе в Евангелии от Иоанна, история об умножении хлебов, там речь идет не о чудесах, речь идет о том, что апостолы себе представляют хлеб, как то, что продается и покупается. А Христос говорит о том, что есть вещи, которые и не продаются, и не покупаются. И они и обладают сверхценностью, и они являются тем хлебом, который исходит с небес. И до тех пор, пока человек в принципе не способен выйти за пределы земной логики, либо купить, либо продать, либо завладеть, проявить какую-то силу, смекалку и тем самым решить проблему, пока человек не откажется от такой логики, то ему не открываются некоторые просторы и пути, которые даруют человеку религиозную и духовную жизнь и творческую жизнь тоже. Любовь, как и жизнь, как и хлеб живый, это то, что не продается, не покупается, но это можно принять как свободный дар. И, конечно, в христианстве здесь мы касаемся самого главного и ключевого, потому что принять нечто как благодатный дар, как благодать, которая тебя не порабощает, она не порабощает того, кто дарит. И ее можно принять лишь только с благодарностью, вот это слово благодарность, благодарение, Евхаристия, то, что для христианского восприятия мира является ключевым. Вот здесь мы как раз касаемся именно этого. Любовь, пока ты не понимаешь, что это свободный дар и это чистая благодать, все остальное не имеет смысла. И самое нелепое, это, конечно, пытаться ее купить или обменять на богатство. В этом стихе провозглашается чудо любви, потому что как раз вот этот благодатный характер, это то, что отличает всякое чудо. Она, как и божественное откровение, не имеет в себе источника в том, кто его получает. То есть любит не за заслуги, ее невозможно заслужить. Она именно дитя высшей свободы. В отличие от страсти. Страсть можно спровоцировать, ее можно навести, или, говоря современным языком, индуцировать в другом человеке определенные чувства, в том числе и привязанность тоже. Но это никакого отношения не имеет вот к тому, что в Библии называется словом «любовь» и всегда верифицируется тем, что оно соседствует с именем Бога, потому что любить именно так, как способен любить Бог или человек, отмеченный печатью божественного. Ганс Урс фон Бальтазар этому посвятил целую книгу размышлений «Достойна веры, только любовь». И в ней он объясняет о том, что чудо состоит в том, что любовью невозможно манипулировать. Она, как источник воды в пустыне, пробивается из земли. Если ты пытаешься глубже копать или как-то эксплуатировать жестоко, то этот источник исчезает. Так же и любовь. Если ты думаешь, что тебя любят, потому что ты этого заслужил, или потому что ты чем-то отличаешься от других, то ты ошибаешься. Источник любви в абсолютной свободе другого человека и в его способности любить. И поэтому принимать любовь можно только как дар с благодарностью, восхищением, понимая, что это чудо, которое в любой момент может нас оставить, если мы не будем соблюдать закон свободы. Итак, с этим связана благодарность, благодарение, способность сказать спасибо в сердце и на устах, понимая, что мы не покупаем и не заслуживаем. И именно поэтому в конце «Песни песни» говорится, что все, что воспевается в ее стихах, любовь мужчины и женщины, любовь Бога и души, человека, любовь Христа и церкви, проистекает не из того, что кто-то кого-то увлекает, соблазняет, добивается, ставит на карту все, что у него есть, но только как непостижимая тайна свободы. И только любовь может призвать человека к любви. Только любовь может пробудить ответную, такую же чистую и свободную любовь. Это вот то, что касается каких-то богословских истин или метафизики любви. Но сам по себе этот стих занимает промежуточное положение. В предыдущих словах произносится гимн любви, который заканчивается словами о том, что любовь — это пламя. Во многих переводах здесь стоит имя Господа, частичка тетраграммы, которая указывает на некий священный огонь, священное пламя, потому что оно связано с тем именем, которое Моисей познал, которое открылось Моисею из Неополимой Купины. И вот сам по себе этот торжественный финал, любовь как пламя Господне, как пламя Яхве — это уже финал. После этого не может быть ничего другого. Но вдруг следует какая-то простая, банальная, расхожая истина, которая является введением к следующей части. А в следующей части «Песни-песни» приводятся две эпиграммы, несколько стихов, которые представляют собой тоже из речений мудрецов, и они очень похожи на загадки, потому что нужно еще разгадать, кто чьи голоса мы слышим, кто говорит, о ком идет речь. И, несомненно, здесь угадывается очень тонкая ирония, которая тоже касается любви. Во-первых, книга «Песни-песни» не зря в качестве указания на своего автора содержит имя царя Соломона. Он автор других книг, которые связаны с премудростью. И одновременно это царь, прославившийся несметным богатством, роскошью. И можно ли его богатство, Соломона, богатство всей земли отдать в обмен за любовь? Это вопрос, который как раз возникает в связи с фигурой этого царя. Вот в первой эпиграмме мы слышим диалог двух братьев. Они рассуждают вслух, если бы наша сестра была стена, мы построили бы на ней палату из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили ее кедровыми досками. И дальше сестра вторит, как бы иронизирует над своими братьями. Они говорят, если бы она была стена. Она говорит, я стена, и груди мои словно башни. И поэтому в глазах своего возлюбленного я буду, как достигший полноты, зрелости, и обрету благоволение в его глазах. Вот здесь возникает типичный вопрос. О ком идет речь? Кто эта младшая сестра? Кто эти старшие братья, которые совещаются о предстоящей свадьбе? Им предстоит позаботиться о своей сестре, подготовить приданное, украсить, изрядно потратиться на серебро и кедровые доски. И здесь, конечно, где серебро и кедровые доски, тут же первая мысль, которая приходит в голову, это убранство Иерусалимского храма, храма Соломонова. Но, тем не менее, это всегда образ возлюбленной и образ любви. В «Песне песни» в первой главе возникали уже сыновья матери, которые разгневались на свою сестру, заставили ее под палящим солнцем охранять виноградники. И здесь поэзия библейского текста, конечно, звучит как симфония, потому что там, где речь идет о виноградниках, там возникает образ и женской любви, и красоты. И вот это возлюбленная, которая есть любовь, сама любовь, божественная любовь, которая набирает силу, расцветает и достигает уже какой-то полноты и зрелости. Другая черта в таком стиле высказываний в том, что, например, такие образы, как стена, врата, башни, это не просто сравнение. Невеста не сравнивается ни с чем. Все наоборот. Именно стены, башни, города похожи на прекрасных женщин. И поэтому многие экзегеты здесь видят тоже персонификацию Иерусалима. Это любимый город Бога, город, где построен храм. И после возвращения из вавилонского плена, действительно, город нужно отстраивать. И среди возвратившихся из вавилона, конечно, были люди, которые за это время разбогатели. Многие, наоборот, обнищали и возвращаются самые нищие, но среди них тоже встречаются и люди знатные, богатые, которые готовы изрядно потратиться на внешнее украшение города. И текст здесь намекает на то, что главное — это не то, что мы можем увидеть извне, главное — не внешняя красота, которую можно купить за деньги, а то, что Господь любит свой город. И поэтому в толкованиях очень часто считается, что это голос священников, которые предпочитают богатством знатных людей верность завету, милость, а не жертву, милость мира, жертву хваления, всему оружию, всем силам, всем сокровищам земли. Они предпочитают милость и любовь, которая станет в центре этого города Иерусалима. Кто эти братья? Конечно, сильные мира сего с их мегаломанией. И таким образом мы возвращаемся к этой теме, кто готов потратить все свои миллиарды сокровища на то, чтобы в обмен получить что-то, что не продается, не покупается, тот будет разочарован, над тем посмеются. И в общем-то все это очень нелепо. И эту иронию мы слышим во второй эпиграмме, потому что здесь возникает образ царя Соломона, у него виноградник Валхамон. Место с таким названием неизвестно ни историкам, ни археологам. Само по себе это название означает господин толпы, владелец множества, владелец богатства, изобилия. И, конечно, здесь образ мужа, у которого много жен. Потому что царь Соломон богат не только золотом и серебром, у него был знаменитый гарем — 700 жен и 300 наложниц, итого тысяча женщин, как сообщается в Третьей книге царств. Поэтому здесь в «Песне-песне» говорится о тысяче серебряниках, тысяче сиклях серебра, поскольку виноград — это тоже женский образ, образ возлюбленной. И ирония «Песне-песне» в том, что если у тебя есть богатство, но нет любви, то ты ничто, никакие деньги не смогут восполнить эту нищету. Соломон передает в управление своим слугам огромный виноградник, он получает с этого колоссальный доход, но над ним иронизирует и смеется тот, кто обрел единственного, и кому не нужна ни стража, ни виноградники. Такой человек бесконечно более счастлив, бесконечно более богат, чем Соломон со всеми своими стражами и евнухами. Соломон отдал виноградник в управление, а мой виноградник — мой, он предо мною. И это голос возлюбленной, которая действительно нашла свою единственную любовь. Кто обрел полноту жизни и чудо взаимной любви, становится равнодушным к роскоши, к сокровищам, за которыми стоят имена Соломон, Балхамон. Это образ Иерусалима, но это образ тоже земной женщины и земной любви между мужчиной и женщиной. Кто счастлив в своей любви, кто остается верным своему возлюбленному, своему единственному, тот победил весь мир. Любовь сама по себе является высочайшей ценностью, она сверхценность. Если кто-то попытается ее купить, того неизбежно постигнут разочарования, потому что любовь обретает награду и полноту в самой себе. На портале «Экзогет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.